Необходим постоянный диалог власти и общества. Об этом заявил член Центрального штаба Общероссийского народного фронта по делам инвалидов и вопросам здравоохранения. Александр Лысенко с рабочим визитом посетил окружную столицу. На встречах с представителями медицинского сообщества и органов власти обсудили актуальные вопросы здравоохранения Ненецкого округа. Поводом для приезда эксперта в округ стало обращение медиков Ненецкой окружной больницы в региональный исполком ОНФ, которые указывали на потенциальные риски при реорганизации системы здравоохранения. Я думаю, что у департамента здравоохранения, у руководства больницы, у коллектива больницы найдутся собственные ресурсы для того, чтобы эту ситуацию урегулировать. У нас и собрали мы сегодня вас главная цель, немножко иная. Мы хотим все-таки, ну, во-первых, чтобы услышали вы друг друга. Это наша такая функция ОНФ, чтобы общество, власть, профессиональное сообщество, люди услышали друг друга. В качестве действенных мер решения вопроса эксперт ОНФ предложил создать рабочую группу по модернизации работы Ненецкой окружной больницы. В нее войдут как заведующие отделениями самой больницы, так и представители профильного департамента и ОНФ. Еще одно предложение от Александра Лысенко создание общественного совета при больнице. В рамках визита состоялась встреча и с активом Всероссийского общества инвалидов. Там обсудили исполнение программы «Доступная среда». Александр Лысенко рассказал о том, что в настоящий момент разрабатывается принципиально новый подход в реализации программы. Он называется «Маршрутное ориентирование». Взять просто, там, не знаю, 20 человек, там из них 10 на колясках и 10 на колясках, и сказать, ребята, ну вот какой у тебя маршрут вообще? Существует какой-то маршрут? Или ты сидишь? Нет, я вот хожу туда или там туда иногда полекли, в магазин там захожу или... И вот посмотреть, прям этот маршрут написать, да, и посмотреть, а что вообще этот маршрут из себя представляет. И окажется, что вот доступность-то не сдвигается. Сейчас будем смотреть, с одной стороны, на эффективность расходования бюджетных средств. Здесь ваша роль колоссальная, да, потому что вы оцениваете. Там, понятно, за деньги отчитываются, а вы оцениваете, как люди, действительно ли это помогать. И второе, вот маршрут ориентированный. Вот маршрут ориентированный, разрабатываем сейчас методику, обязательно пришлем. В планах вынести вопрос по доступной среде на обсуждение Госсовета. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!